МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, ребята! Начинаем урок биологии. Тема нашего урока – гометогенез. Эпиграфом к нашему уроку послужит высказывание Константина Паустовского. Это процесс, с помощью которого жизнь умудряется обвести вокруг пальца время. Как вы думаете, о чем идет речь? Совершенно верно, это размножение. Сегодня на уроке мы расширим знания о половых клетках, рассмотрим механизм овогенеза и сперматогенеза. Как вы думаете, в чем главное отличие половой клетки от соматической? Соматическими называют клетки, составляющие тело многоклеточных организмов и не принимающих участия в половом размножении. Соматические клетки имеют диплоидный набор промосом. Половые клетки, мы их также называем гометами, это клетки, содержащие гоплоидный набор хромосом, которые принимают участие в половом размножении. Как вы думаете, когда начинается процесс образования гомет? Совершенно верно, с периода полового созревания. Ответьте на такой вопрос. О каких клетках пойдет сейчас речь? В 1677 году голландский ученый Антони Ван Левенгук открыл под микроскопом мельчайшие клетки млекопитающих, похожие на головастика. В 1828 году петербургский академик Карл Берр увидел под микроскопом другие клетки млекопитающих, имеющих определенное отношение к клеткам, которые были открыты Левенгуком. Карл Берр так рассказывал о своих чувствах после этого открытия. «Я должен был прийти в себя, прежде, нежели решиться вновь заглянуть в микроскоп. Кажется странным, что зрелище, столь ожидаемое и желанное, может испугать». Эти клетки есть не только у млекопитающих, они формируются и у растений, и у многоклеточных животных. Вы, наверное, догадались, это сперматозоиды и яйцеклетки. Половое размножение имеет значительное эволюционное преимущество по сравнению с бесполым. Это обусловлено тем, что генотип потомков возникает путем комбинации генов, принадлежащих обоим родителям. В результате повышаются возможности организма в приспособлении к условиям окружающей среды. Половое размножение происходит за счет специализированных половых клеток – сперматозоидов и яйцеклеток. Половые клетки образуются в половых железах, мужские сперматозоиды – в семенниках, женские яйцеклетки – в яичниках. Яйцеклетки от сперматозоидов отличаются как по своей величине, так и по строению. В отличие от соматических клеток, половые клетки содержат только половинное число хромосом и, соответственно, половинное количество ДНК. Такое число хромосом называется гаплоидом. Гометогенез – это процесс развития половых клеток. Развитие сперматозоидов называют сперматогенезом, а яйцеклеток – овогенезом от латинского «ово», что обозначает «яйцо». В процессе образования половых клеток как сперматозоидов, так и яйцеклеток выделяют ряд стадий. Первая стадия – период размножения. Первичные половые клетки, находящиеся в половых железах, путем ряда сложных преобразований превращаются в сперматозоиды и яйцеклетки. Первая стадия – период размножения. Первичные половые клетки делятся путем метоза, в результате чего будет увеличиваться их количество. При сперматогенезе интенсивное размножение первичных половых клеток начинается с момента наступления половой зрелости и продолжается в течение всего репродуктивного периода, то есть времени, когда животное может участвовать в половом размножении и постепенно затухает к старости. Размножение же женских первичных половых клеток у млекопитающих, в том числе и у человека, происходит во внутриутробном периоде развития плода, а затем сохраняется в состоянии покоя до полового созревания. Вторая стадия – период роста. У незрелых мужских гомет период роста выражен слабо, размеры клеток увеличиваются незначительно, а вот будущие яйцеклетки увеличиваются в размере в сотни тысяч и даже сотни тысяч раз. В будущие яйцеклетки накапливаются вещества, которые необходимы для питания будущего зародыша, и все виды РНК, которые обеспечивают синтез белков на ранней стадии его развития. Когда собственная наследственная информация еще не используется. В период роста, который соответствует интерфазе клеточного цикла, происходит удвоение количества ДНК. Данное количество генетического материала можно выразить следующей формулой 2Н4С. Первая цифра и буква Н указывают нам на хромосомный набор, либо количество хромосом. Следующая цифра и буква С показывают нам число молекул ДНК, либо количество ДНК. В нашем случае на 2 хромосомы приходится 4 нити ДНК. Вступающий в период созревания клетки содержит диплодный набор хромосом и уже удвоенное количество ДНК. При половом размножении организмов из поколения в поколение сохраняется свойственное каждому виду число хромосом. И это достигается тем, что в процессе созревания половых клеток перед их слиянием, то есть оплодотворением, уменьшается число хромосом. То есть из диплоидного набора 2Н образуется гаплоидный набор 1Н. Третья стадия – период созревания. Протекает миоз. Закономерности миоза в мужских и женских половых клетках по существу одинаковы. После первого миотического деления образуются две гаплоидные клетки. Данное количество генетического материала выразим формулой 1Н, 2С. На одну хромосому приходится две нити ДНК. Второе миотическое деление заканчивается образованием четырех гаплоидных клеток. Данное количество генетического материала выразим формулой 1Н, 1С. На одну хромосому приходится одна нить ДНК. Созревание яйцевой клетки в отношении поведения хромосом протекает сходно с тем, что имеет место при сперматогенезе. Различие сводится к тому, что при овогенезе получаются не четыре одинаковые клетки, а одна крупная яйцеклетка и три маленькие клетки, которые названы редукционными тельцами. Вскоре они погибают. Биологический смысл формирования редукционных тел заключается в необходимости сохранить в яйцеклетке все запасные питательные вещества, необходимые для развития будущего зародыша. Достигается это за счет утраты трех полноценных хромосомных наборов, входящих в состав редукционных телецов. В чем же заключается особенность миоза? Особенность миоза состоит в том, что каждая половая клетка получает одинарный гаплоидный набор хромосом, благодаря чему предотвращается удвоение числа хромосом в каждом поколении. Вместе с тем, во время миоза создаются новые комбинации генов путем различных сочетаний материнских и отцовских генов. Происходит таким образом образование генетически различных гомет. Четвертая стадия – период формирования. Отмечается при сперматогенезе и отсутствии двовой генези. При формировании сперматозоидов количество клеток и число хромосом в них не меняется, сперматозоиды претерпевают морфологическую реорганизацию. Формируется шейка и хвост. Происходит элиминация цитоплазмы и других органелл. Какой вывод мы с вами можем сделать? При образовании мужских и женских половых клеток из каждой исходной диплоидной клетки в результате двух миотических делений образуются четыре гаплоидные клетки. В мужском организме это четыре способные к нормальному функционированию клетки зрелые сперматозоиды. В женском организме также образуются четыре клетки, из которых только одна созревшая яйцеклетка, остальные три погибают. Ребята, я предлагаю вам проверить ваши знания. Вам необходимо установить последовательность стадии сперматогенеза. Проверьте, как вы выполнили данное задание. Сопоставьте ваш ответ с правильным ответом, который вам представлен. Укажите, чем миоз отличается от метоза. В процессе метоза из материнской диплоидной клетки образуются две диплоидные, то есть идентичные между собой и идентичные материнской. А при миозе происходит уменьшение числа хромосом в клетке, и из диплоидной клетки образуются четыре гаплоидные клетки. Следующий вопрос. В чем заключается биологический смысл миоза? Происходит образование генетически различных гомет. Давайте подведем итог нашего урока. Сегодня мы рассмотрели стадии гометогенеза. Узнали, что гометогенез состоит из стадии размножения, стадии роста, стадии созревания и стадии формирования. На этом урок наш окончен. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова